Наш боксер весовой категории до 81 килограмм, вот она на ваших экранах, Евгений Макаренко. Двухкратный чемпион мира, двухкратный чемпион Европы, одна из главных надежд нашей сборной здесь, в Афина. Сегодня со мной на комментариевской позиции президент Федерации любительского бокса России Эдуард Хусаинов. Скажите, пожалуйста, вот все говорят, что, все специалисты, все журналисты, во всяком случае, здесь говорят, что Макаренко должен обязательно выиграть. Это такая задача или он просто настолько сильнее всех своих соперников? Я думаю, что это задача очень много сильных противников у Евгения будет, но мы все надеемся, что над всеми именно он одержит победу. Его соперник, молодой американский полутяж, Андре Вард. В общем-то, об этом боксере пока сказать трудно, что-либо титулов у него больших нет. 20 лет всего этому парню. Ну вот, пробился, попал на Олимпийские игры. Первый бой провел удачно, вышел во второй круг. Ну что ж, значит, что-то он все-таки умеет. Ну давайте посмотрим. Сразу очко зарабатывает американец. Большая разница в росте у этих спортсменов. Метр девяносто шесть у нашего боксера и метр восемьдесят у Андре Варда. Команда выбрала Женю капитаном, совсем недавно, перед Олимпийскими играми. У него действительно такой авторитет. На самом деле очень авторитетный парень, очень уважаемый всеми ребятами парень. Со всеми находит общий язык. В команде его любят. Что вы говорили, американец молодой, но Хамед Али тоже стал очень молодым олимпийским чемпионом. Ну вот смотрите, немножко тревожно на ринге. 5-1 ведет, американец. Я надеюсь, что Евгений соберется. Ну пока счет не в нашу полную. Очень хорошо настроился Вард, мне кажется. Вышел против чемпиона мира с одной целью – доказать. Ну хватит ли вот так вот на весь бой. Первый раунд закончился. Ну что ж, ваш комментарий. Очень хороший американец или все-таки был немножко не собран наш боксер? Да и собран был, и боксировал хорошо, но американец хороший. Надеемся, Евгений сейчас соберется и найдет ключ. Найдет способ борьбы с американцем. При такой разнице в росте он, по идее, не должен близко подпускать соперника. Ну в углу в нашем ППК паники-то не наблюдается. Так, все спокойно. Евгений, кроме того, что он очень хороший боксер, очень хороший человек. Я думаю, что он найдет способ как победить американца. Мы вот хорошо помним предыдущий его бой, да? Тоже с молодым кубинским боксером. Да. Там он сразу показал, что он хозяин. Поставил все на свои места. Как сейчас, наверное, волнуется в Нижневартовске, откуда он родом. Все боксеры разные, и каждому приспособится. К американцу первый раунд не смог. Женя приспособится, но я думаю, сейчас он найдет ключ. Да, не просто пока складывается этот бой. Ну? Ну, это уже из какого-то другого спорта. Отвечает, Вард, не уступает. Да. Вот все заведомо как бы отдавали предпочтение Евгению за то, что у него явное превосходство, как бы все говорили, в технике. Но вот здесь вот желание и настрой американцы, как бы пока приносит его результат. И вот это превосходство техники пока еще не столь явно, во всяком случае, не столь явно отражается. Страховая группа «Сагаз». Официальный партнер и страховщик сборной России по боксу. Сагаз. Да. Вот вы видите повторы самых интересных моментов этого раунда. Да. Атакой на атаку отвечает Вард. А ведь можно понять настрой американцев. Это их практически последняя надежда здесь на турнире. Проиграет Вард. И американцы, пожалуй, впервые за историю останутся вообще без медали. Все. Все. Семь очков за полторы минуты. До конца третьего раунда. Вот не сыграло ли злую шутку то, что все его считали. Я имею в виду Бакаренко явным фаворитом, чуть ли не финалистом, если не чемпионом. Могло быть такое, что он расслабился перед этим боем. Все-таки боксер, 20-летний парень перед ним. 9 лет разницы. Разница колоссальная в опыте. В турнирном опыте. Я болею за Евгения. И мне тяжело сейчас не предвзято судить этот бой. Мне кажется, что Евгений немножко выигрывает. Ему не дожимают. Идя очки. Вот наконец вступают наши болельщики, вы слышите. До этого их было мало слышно. Надо сказать, что это третий бой уже наших боксеров сегодня здесь. Перед этим свои поединки уверенно, вполне уверенно выиграли и Сергей Казаков в весовой категории до 48 килограммов. И Мурат Храчев. Это весовая категория 60 килограммов. Таким образом, у нас уже 5 человек в полуфинале. И очень хочется, чтобы больше потерь пока не было. Еще замечание делает судья за низко опущенную голову американцу. Да, закончился третий раунд. Впереди последняя решающая двухминутка. Немножко тревожно. Тревожно. Все-таки разрыв. Довольно солидно. Одно очко проиграл в этом раунде Макаренко. Три-четыре. Хотя третий раунд, в общем-то, и должен был быть в таком бою решающим, мне кажется. Одно очко, я говорю, проиграл. Но хотя третий раунд должен был в таком бою, в общем-то, быть решающим, когда надо уже определять свой перевяз. Две минуты, всего две минуты. Ох ты, снова получает, какие удары. Да. Совсем непростой этот Андре Вар. 7 очков разницы, очень трудно будет отыграть. Что-то с формы Евгения, судья просит поправить. А Вард получает такую небольшую передышку. Но время еще есть, время есть, больше минуты. Постепенно разрыв начинает сокращаться до 5 очков. Вот сейчас, еще. Судья дают удар американцу. Вяжется к лечу. Это удар после остановки боя. Сейчас будет замечание сделано. Промахивается. Промахивается Евгений и получает еще один удар навстречу. 29 секунд. Ну что ж, Вард делает все правильно. Но он вошел, прильнул к нашему боксеру. Не дает ему уйти на дистанцию, использовать длину своих рук. Кто-то набирает еще одну очко. Да. К сожалению, большая надежда. Наша сборная здесь, увы, не сбывается. Я вот смотрю, Эдуард Фусаинов, конечно, расстроен. Но еще бы. Да, никто не ожидал. Ну, это, эти Олимпийские игры уже принесли нам столько неожиданностей. В полуфинале. И очень хочется, чтобы больше потерь пока не было. Еще замечание делает судья за низко опущенную голову американцу. Да, закончился третий раунд. Впереди последняя решающая двухминутка. Немножко тревожно. Тревожно, все-таки разрыв. Довольно солидно. Одну очко проиграл в этом раунде Макаренко. Три-четыре. Хотя третий раунд, в общем-то, и должен был быть в таком бою решающим, мне кажется. Одну очко, я говорю, проиграл. Но хотя третий раунд должен был в таком бою, в общем-то, быть решающим, когда надо уже вот определять свой перевязок. Две минуты. Всего две минуты. Ох ты, снова получает, какие удары. Да. Совсем непростой этот Андре Вар. Семь очков разницы. Очень трудно будет отыграть. Что-то с форбой. Евгения судья просит поправить. А Вард получает такую небольшую передышку. Ну, пока счетки в нашу ползи. Очень хорошо настроился Вард, мне кажется. Вышел против чемпиона мира с одной целью. Доказать. Ну, хватит ли вот так вот на весь бой. Первый раунд закончился. Ну что ж, ваш комментарий. Очень хороший американец или все-таки был немножко не собран наш боксер? Да и собран был, и боксировал хорошо, но американец хороший. Надеемся, Евгений сейчас соберется и найдет ключ. Найдет способ борьбы с американцами. При такой разнице в росте он, по идее, не должен близко подпускать соперника. Ну, в углу в нашем ПК паники-то не наблюдается. Так, все спокойно. Евгений, кроме того, что он очень хороший боксер, он очень хороший человек. Я думаю, что он найдет способ, как победить американца. Мы вот хорошо помним предыдущий его бой, да? Тоже с молодым кубинским боксером. Да. Там он сразу показал, что он хозяин. Поставил все на свои места. Как сейчас, наверное, волнуется в Нижневартовске, откуда он родом. Все боксеры разные, и каждому приспособится. Ну, к американцу первый раунд не смог. Жене приспособится, но я думаю, сейчас он найдет ключ. Да, не просто пока складывается этот бой. Ну. Это уже из какого-то другого спорта. Отвечает, Вард, не уступает. Да. Да. Вот все заведомо, как бы, отдавали предпочтение Евгению за то, что у него, ну, явное превосходство, как бы все говорили, в технике. Но вот здесь вот желание и настрой американцы, как бы, пока приносит ему результат. И вот это превосходство техники пока еще не столь явно, во всяком случае, не столь явно отражается. Страховая группа «Сагаз». Официальный партнер и страховщик сборной России по боксу. «Сагаз». Вот вы видите повторы самых интересных моментов этого раунда. Да. Атакой на атаку отвечает Вард. А ведь можно понять настрой американцев. Это их практически последняя надежда здесь на турнире. Проиграет Вард. И американцы, пожалуй, впервые за историю останутся вообще без медали. Все. Семь очков за полторы минуты до конца третьего раунда. Вот не сыграло ли злую шутку то, что все его считали, я имею в виду, Бакаренко явным фаворитом, чуть ли не финалистом, если не чемпионом? Могло быть такое, что он расслабился перед этим боем. Все-таки боксер, 20-летний парень перед ним. 9 лет разницы. Разница колоссальная в опыте. В турнирном опыте. Я болею за Евгения. И мне тяжело сейчас непредвзято судить этот бой. Мне кажется, что Евгений немножко выигрывает. Ему не дожимают. Иди очки. Вот так отступают наши болельщики, вы слышите. До этого их было мало слышно. Надо сказать, что это третий бой уже наших боксеров сегодня здесь. Перед этим свои поединки уверенно, вполне уверенно выиграли и Сергей Казаков в весовой категории до 48 килограммов, и Мурат Храчев. Это весовая категория 60 килограммов. Таким образом, у нас уже 5 человек. Наш боксер в весовой категории до 81 килограмм. Вот она на ваших экранах, Евгений Макаренко. Двухкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Одна из главных надежд нашей сборной здесь, в Афинах. Сегодня со мной на комментариевской позиции президент Федерации любительского бокса России Эдуард Хусаинов. Скажите, пожалуйста, вот все говорят, что... Все специалисты, все журналисты, во всяком случае, здесь говорят, что Макаренко должен обязательно выиграть. Это такая задача, или он просто настолько сильнее всех своих соперников? Я думаю, что это задача. Очень много сильных противников у Евгения будет. Но мы все надеемся, что над всеми именно он одержит победу. Его соперник молодой американский полутяж Андре Вард. В общем-то, об этом боксере пока сказать трудно. Что-либо, титулов у него больших нет. 20 лет всего этому парню. Ну вот, пробился, попал на Олимпийские игры. Первый бой провел удачно, вышел во второй круг. Ну что ж, значит, что-то он все-таки умеет. Ну давайте посмотрим. Сразу очко зарабатывает американец. Большая разница в росте у этих спортсменов. Метр девяносто шесть у нашего боксера и метр восемьдесят у Андре Варды. Команда выбрала Женю капитаном, совсем недавно, перед Олимпийским играми. У него действительно такой авторитет. На самом деле, очень авторитетный парень, очень уважаемый всеми ребятами парень. Со всеми находит общий язык. В команде его любят. Что вы говорили, американец молодой, но Хамед Али тоже стал очень молодым олимпийским чемпионом. Вот смотрите, немножко тревожно на ринге. 5-1 ведет американец. Я надеюсь, что Евгений соберется.